ребят всем привет спасибо что заглянули на мой канал ну что сегодня такое видео болталка решила с вами поболтать ответить на ваши вопросы включила здесь ноутбук я в сообществе выкладывала фото и просила под фото задавать вопросы думаю такое видео будет актуально если оно зайдет то хочу сделать его такой но не частой рубрикой своего канала хотя бы там раз в три-четыре месяца отвечать на вопросы потому что подписчики прибавляется и думаю можно поближе будет познакомиться со мной если я вам конечно интересно вопросов было много спасибо вам огромное девчонки что задаете вопросы и я постараюсь ответить коротко но содержательно давайте начнем но сначала я скажу кто со мной не знаком кто недавно ко мне подписался меня зовут лилия мне 40 лет живу я в кабардино-балкарии в городе нальчик на северном кавказе ну что начнем с первого просто первый вопрос от канала дневник ромиры хочешь ли переехать и были ли мысли бросить youtube но мне нравится город нальчик очень мне нравится природа нравится люди но я бы хотела переехать в какой-нибудь город побольше может краснодар ростов москва ну москва вообще конечно огромный но переехать в москву там жилье не нереально купить бешеные деньги стоит денег но вот в какой-нибудь там краснодар до хотелось бы может быть переехать и вторая часть вопроса были ли мысли бросить youtube нет честно таких мыслей у меня не было у меня были мысли такие что блин я не успеваю у меня нет времени снять видео давно не было ничего нового на моем канале вот такие мысли у меня бывают чтобы бросить нет мне нравится вести канал нравится обратная связь с подписчиками что мне пишут комментарии смотрят меня значите кому-то интересно может быть чем-то и полезно пока таких мыслей не было бросить youtube канал так следующий второй вопрос так 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 но здесь не еще писали из какого города мне смотрят я задавала такой вопрос так следующий вопрос от александры н кто здесь очень несколько вопросов давайте первый кто вы по образованию у меня нет высшего образования я на немодная не знаю высшее образование сейчас очень модно иметь мне нет высшего образования в принципе мне это никак не мешает мне хорошая неплохая работа поздно и специальное образование среднее специальное и она связана с продовольственными товарами с торговлей второй вопрос кем я работаю я работаю кассиром можно так наверно сказать кассир бухгалтер но я не бухгалтер но делаю какие-то бухгалтерские работы заключаем договора печатаем накладные берем оплату заказываем товар я работаю в сфере ремонта оргтехники по ремонту компьютеров заправки картриджей планшетов телефонов в общем все что связано с техникой вот в этой сфере я работаю 3 вопрос кем как ведете домашний бюджет и если свои секреты но это прям никак я не веду домашний бюджет наверное это для некоторых очень странно скажем так что я женщина не веду домашний бюджет у нас с мужем все слишком просто у него свой бюджет у меня свой бюджет но в плане того что у него зарплата у меня зарплата он не интересуется моей зарплаты я как бы не интересуюсь его зарплатой если какие-то крупные покупки покупает муж если продукты покупает муж сейчас не закидают тапочками но в принципе как мне сказал муж свою зарплату трать на свои нужды если мне что-то не хватило мне нужно мне хочется он мне помогает дает денег где-то покупаю продукты я если там вот я вышла на обед нужно зайти что-то купить бытовую химию там тоже мясо а так какие-то крупные закупки если мы едем крупно закупаться продуктами или что-то для дома какая-то техника то это все за бюджетом уже как-то вот так наверно так следующий вопрос любите экономить или транжирить ну знаете тут уже зависит от того сколько у меня финансов какой запас сейчас последнее время я стараюсь не транжирить где-то вот и я могу даже пожадничать для себя но для мужа для сына мне не жалко вот я могу пойти магазин что-то нужно купить мне я себе не беру мне жалко я покупаю в основном сыну как-то вот так но бывают моменты когда вот так но это когда лишние деньги а так стараюсь конечно не то что экономить рационально распределять свой бюджет скажем так вот так к следующий вопрос поедете ли отдыхать этим летом и куда мы стараемся каждое лето выезжать отдыхать этим летом если конечно получится сестра нас приглашает ее муж собирается заключить контракт в боку и вот она говорит давайте встретимся все там сестра просто живет в турции я живу на северном кавказе мама с тетей с другой строй живут в орловской области нас так немножечко разбросала и сестра предложила может быть давайте встретимся в боку почему нет боку в принципе от нас по моему километров 800 с удовольствием если получится все будет хорошо то думаю поедем в боку нужно сначала сделать загранпаспорта следующий вопрос так это были вопросы от александры следующий вопрос от св тема место куда хочешь вернуться и что ела самое невкусное что осталось в памяти я вообще не готовилась к ответам на вопросы могу тупить и долго думать что ответить пока вспомню куда бы я хотела вернуться знаете я бы наверное хотела вернуться но не жить там и совсем на короткий срок в туркменистан в город красноводск где я родилась где жила в этот двор двор детства туда бы я наверное хотелось вернуться но не жить если вопрос подробнее подразумевался на может на какое время но я его так поняла этот вопрос есть на какое-то время тут буквально туда на как на как на один день посмотреть увидеть своих друзей знакомых соседи и все жить там бы я сейчас не хотела и ела что я самое невкусное блин я даже не знаю так тут надо подумать что и его самое невкусное немножечко сейчас потормозило чуть-чуть но наверное самое невкусное да нет наверно нет такого напомню когда я еще работала в ливнах подруга принесла как-то называется требуху вот она была отваренная и обжаренная вот это мне прям вообще не понравилось нет вот я сейчас помнила нет вот это нет требуха мне не понравилось вот а так принципе и сейчас и не вспомню может что-то ела но как-то в памяти не отложилась этом так следующий вопрос я тут листаю вопрос от полины посад привет лили веришь ли ты во всякие мистические истории потустороннюю жизнь судьбу и так далее может того когда-то что-то происходило необъяснимое не знаю почему такой задала вопрос полина пишет знаете я наверное больше скептик я не очень верю в потустороннюю жизнь и в какие-то мистическое необъяснимое но один раз был такой случай я не за это мистика или с чем это связано я еще когда жила тоже в ливнах на стенке до костенко была старого образца стоял стакан такой вот есть такие стаканы черное стекло он абсолютно стоял пустой это сто процентов и когда легла спать через какое-то время такой звук бух как будто вы знаете бросили бутылку за окном и она разбилась я не поняла сейчас в чем дело включая свет и вот эта кружка просто не просто вот пополам она лопнула она мелкие кусочки вот стекло прям в мелкие кусочки разлетелась эта чашка вот это я до сих пор помню не знаю никакой воды там не было она просто была пустая на нее ничего не упала почему она разбилась что это было это какое-то мистическое явление а так больше что-то такого вот я не помню но и особо естественно не прям верю ну может быть что-то и бывает вот например связано с этой кружкой непонятно какой причине она разбилась так следующий вопрос от олесила встал или привет у меня несколько вопросов кем мечтала стать детстве и как выбрала имя сыну в детстве я мечтала стать стюардессой я очень хотела стать стюардессой но я ужасно боюсь летать несмотря на то что я за свою жизнь так хорошо полетала на самолетах но вот помню что очень хотела стать стюардессой но не стала наверно потому что боюсь летать ну думаю что нет не по этой причине не стала вот так сложилось в жизни и как выбирали имя сыну имя сына выбирал бывший муж его папа Просто когда мы познакомились, он сказал, что мне хотелось бы, чтобы моего сына звали Максим. Макс, очень нравилось это имя ему, я не стала противиться, ну, Макс так Макс. Вот так и назвали Максим, в принципе, мне это имя тоже нравится. Так, следующий вопрос. Вопрос от Натали Стар, моя история. Вопрос. Лиля, привет. Вопрос такой, первое, что приходит тебе в голову. Наташа, тебе. Первое, что мне приходит в голову, как бы вот на данный момент снять видео, не запортачить его и пойти покушать. Я очень хочу кушать. Первое, что мне сейчас пришло в голову. Наташа, блин, вопрос супер, конечно. Спасибо. Так, следующие вопросы от Самойловой, влог от Насти. Здесь несколько вопросов. Первый. Какие твои любимые бренды косметики и с кем бы ты хотела посотрудничать? У меня все любимые бренды косметики формата люкс. А так, я бы очень хотела попробовать и посотрудничать. Ну, это, конечно, не вариант, но все может быть, почему и нет. Мне нравится Айсенберг или Эйсенберг. Очень дорогая косметика, уходовые средства у них очень дорогие. У нас в Литуаль продаются, цены кусаются. Ничего не пробовала, но с этим брендом бы хотела посотрудничать. А так, если брать... Да, в каждом бренде есть какое-то средство, которое очень заходит. Допустим, бывает вот бренд люксовый, крем хорошие тени не очень. Бывает бюджетная косметика, карандаш, тушь классный, крем не очень. Тут уже вот как подружимся. Следующий вопрос. Твоим идеальный прием пищи и какой он? У меня, честно, вообще нет никакого идеального приема пищи. Единственное, для меня важно позавтракать с утра. Я, потому что просыпаюсь голодная и злая. Если я не покушаю, я такая чуть-чуть вредной становлюсь. Завтракаю обязательно. Не кашами, конечно, не идеально. У меня завтрак, каша с фруктами, какой-нибудь АППшный блинчик. Нет, бутерброд с колбасой, сыром, с рыбой в основном и яичница. Ну вот идеальный прием пищи у меня позавтракать, какой-то перекус, хотя я знаю, перекусы нежелательны, пообедать и что-то так на полудник. А вечером я практически не кушаю, не ужинаю. Так, третий вопрос. Куда бы хотела отправиться в следующую поездку? Ну, как я уже сказала до этого, следующая поездка будет в Баку. И, в принципе, я с удовольствием туда отправлюсь. Я ни разу не была в Баку. Слышала много хорошего, что красивый город, море, конечно же. Поэтому вот с удовольствием надеюсь, что все получится, и мы туда попадем. Четвертый вопрос. Как муж относится к твоему каналу? Дает ли какие-то советы и помогает? Муж положительно относится к моему каналу, абсолютно. Но никаких советов практически он мне не дает. Он единственное, знаете, поделюсь с вами. Может мне сказать, что ты написала, какое-то смазливое название. Напиши так, чтобы прям вот вау, человек прочитал и подумал, ну, когда я зайду, что там у нее произошло. Но, увы, я не могу так написать. Если бы муж вел канал, представляю бы, какие у него были названия аховские. А так, ну, помогает. Может сказать там, что сидишь, снимай, посмотри, какой красивый закат, или посмотри, какой красивый вид. В съемке практически он мне не помогает изредка, потому что, ну, если он будет снимать, видео будет испорчено. Как-то вот так. И последний вопрос от Насти. Топ-3 крутых места, куда бы ты посоветовала сходить для туристов на Нальчике, приехавшего впервые? Ну, это по-любому. При Эльбрусе, на Эльбрус, это Чигемские водопады, особенно зимой. Они очень красивые. И в наш Атажукинский парк. Он очень красивый в Нальчике, большой. Озеро, аттракционные, красивые места, красивые виды. Вот, наверное, да, обязательно, если будете в Нальчике, посетите Атажукинский парк. Ну, очень красивый, большой. Так, следующий вопрос от Лидии Глаченко. Пишли себе планы, действия или носишь все в голове? Я вообще ничего себе не пишу, никаких планов. Вот спонтанно что-то пришло в голову, взяла камеру, снимаю. Ну, бывает, конечно, могу вечером перед сном подумать. Но если какие-то вот такие видео разговорные, то я еще могу перед сном подумать, там, как лучше сказать. Ну, вот сейчас я не готовилась, поэтому я не знаю вообще, как лучше сказать. Как получается, так и говорю. Вот, следующий вопрос тоже от Лиды. Как расслабляешься? Массаж, кино? Ну, я уже как-то отвечала на этот вопрос. Расслабляюсь я дома в тишине. Просто мне нужно полежать несколько минут или хотя бы часов. И все, я нормально расслабилась. Могу, да, в кино пойти, погулять по магазинам. Ну, все вот такие наши девчачьи штучки, дрючки. И еще поход к косметологу меня очень расслабляет, потому что я выхожу от косметолога. Я довольна и счастлива, что привела себя в порядок. Вот это меня прям тоже очень расслабляет. И еще один, еще два вопроса от Лиды. Занимаешься ли благотворительностью? Благотворительностью я не занимаюсь, такой большой благотворительностью. Но если я вижу, что нужна помощь, особенно ребенку, у нас был в городе случай несколько, волонтеры, ребята в специальной такой одежде, такие накидочки у них были, специальными баночками. Вот собирали нескольким детишкам денежки. Тогда, да, вот если мы видим, мы всегда даем по телевизору, бывает в новостях показывают, что ребенку требуется помощь, можно отправить смс, деньги перевести, то по возможности, да, ну, небольшие, конечно, суммы, но я стараюсь, особенно если помощь нужна детишкам, да. И в ближайшее время что ты хочешь купить для себя? Я хочу фен Дайсон. Если это именно из таких бьюти-штучек для себя, то вот, а так, в принципе, ничего не хочу, пока все есть у меня. Так, следующий вопрос от Гасановы Лайфлог. Хотела бы, тоже несколько вопросов, хотела бы изменить какие-нибудь моменты в жизни. Нет, однозначно отвечу на этот вопрос, никакие моменты в жизни я не хотела бы изменить. Меня все устраивает, вот как складывается моя жизнь. Я считаю, что так и должно быть. Все хорошо. Были какие-то ошибки в жизни, ошибки тоже нужны, мы на них учимся, чтобы не совершать их в дальнейшем. Но нет, ничего изменить я пока бы не хотела. Переехать я бы куда-нибудь хотела, может быть, потом, не сейчас. Следующий вопрос уходил когда-нибудь, любя, вообще имея в виду в жизни, от любимого человека. Ну, это, наверное, было, когда еще до замужества я жила в Туркменистане, встречалась с мальчиком, да, я ушла, несмотря на то, что я понимала, что я люблю, но понимала, что человек немножечко, не побоюсь даже сейчас это сказать, трусливым оказался, побоялся сам это сказать, сделал все для того, чтобы это сказала первая я, да, было дело. Так, какие любишь смотреть видео на Ютубе? Я не так часто смотрю видео на Ютубе, я смотрю своих любимых девчонок, с кем я общаюсь, с которых мне нравится смотреть, даже когда выходит видео, их очень интересно смотреть, потому что уже привыкаешь к человеку, но так в основном на Ютубе, если я смотрю, то какие-то бьюти-видео, но это очень редко бывает. Так, следующий вопрос, как любишь проводить все свободное время? Ну, я практически на этот вопрос ответила, как люблю расслабляться, в принципе, могу сказать, что так же я и провожу свое свободное время. У меня его не так много, потому что я работаю, у меня либо один выходной, либо два выходных в неделю, вот так. И такой вопрос, Ютуб или Инстаграм? Однозначно Ютуб. Инстаграм я вообще только недавно завела, Ютуб. Вот такие были вопросы, мне очень они понравились, надеюсь, вам понравились мои ответы, как могла, ответила, может быть, где-то недостаточно развернуто, но чтобы не затягивать видео, но думаю, что ответила более-менее содержательно. Спасибо, девчонки, что задавали эти вопросы, если что-то интересно, пишите, всегда отвечу, либо в озвучке при монтаже, либо просто в каком-нибудь влоге, если понравилось видео, то я обязательно буду снимать такие видео, периодически, не так часто, но буду снимать. Ну, как-то все. Спасибо, что были со мной, и увидимся уже совсем скоро, в новом видео. Следующее видео, скорее всего, будет влог. До новых встреч, и пока-пока!